Время Отца и Святого Духа 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 В 1903 году это произошло в 1903 году и в торжествах тогдашли до немал участие царь-мученик Николай Александрович и его пустейшая семья. И в основном, на самом деле, царь-мученик Николай и Александрович, и его царь-мученик и его родители не только были в виду, но и в очень многие другие выявления, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мощи были изъяты и отданы в так называемый музей атеизма, который располагался в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербург. Субтитры создавал DimaTorzok в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербург. И там они были вторично отметили уже в 91-м году. И мы все, наверное, помним то время, когда распространилась весть о втором обретении честных мощей преподобного Серафима, и их опознали люди, знающие, с научными знаниями, это действительно подлинно мощи преподобного Серафима. И начался великий всероссийский крестный хор с мощами, которые посещали разные города России, добрались до Москвы, потом из Москвы пешком пошли в Дивеевский монастырь. Монастырь, который был основан на твоего благословения. Мы все, наверное, помним очень хорошо, в 19-м году, в 19-м году, когда Немису surfaced, что их холли реликсы были в музеях, и они были в результате великий реликс с Серафима. И как И я не знаю, как много эксцитментов было, потому что это произошло. И у нас началась большая просьба, 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 просьба. Они были по городу, по городу, по городу, по городу, по городу, и потом, из Москвы, были по городу, по городу, по городу, по городу, по городу. С. Серафим, его родители, первое место, после его смерти, в северном монастыре. Но, during his lifetime, he foretold, that there would come a time, as well, to be moved to the дерево of combat. And so they were, on August 1, 1991. И через 18 дней произошел новый переворот. 19 августа. Произошли уже известные события. Попытка коммунистов вернуться к власти. Перед ним окончалась, слава Богу, успеха. Конечно, это нельзя не отнести к тому духовному возрождению, которое началось тогда в России. Одним из главных событий этого возрождения было связано с числением останков преподобного Серафима. И мы знаем, что 18 дней после второго, 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 саин Серафима. Это был попыток, когда коммунисты, для того, чтобы уничтожить в России. На августа, 19 августа. И, конечно, мы не можем видеть, что есть, что там может быть связано с связанием с Я много сподобился бывать в еврославных странах, в Северной, в Греции, в других странах, на святой земле. И нужно сказать, что преподобный Серафим Саровский, безусловно, самый любимый из еврославских святых. Здравствуйте! I am blessed to honor, having visited many Orthodox countries in my time. Serbia, Georgia, Greece, the Holy Land. Пару дней назад я звонил Дивееву, одному близкому мне, другу священнику, и он рассказал мне, что в Дивеевском монастыре на празднику Плодобного Серафима ожидает несколько десятков тысяч людей, паломников со всей России из-за границ. И что там сейчас идет горячая работа по установлению полевой кухни, больницы, палаток для расположения паломников и так далее. Пару дней назад ожидают тысячи исповедников, участников. Вы можете представить себе какой-то мажораж положительный в Дивеевском монастыре, какой-то видом многослужений были в этих дней. Пару дней назад я позвонил моего гостякова в Дивеевском монастыре в Дивеевском монастыре, который рассказывал мне, как тысячи пилограммах и так далее. Нонс и работники были построены в 10-м городе для всех пилограммов, которые хотят приехать к церкви. Они строили кухни, мобильные пилограммы и все остальное, что пилограммам нужны для их stay. Вот что же людей привникает к этому родному церкви? И иностранцев, и наших друзей, перешедших в православие, среди американцев, и людей других националистов. Иностранцев, 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 иностранцев. Что cases, которые наверно нам говорят, что Christ is very passionate, что create это такое создание Bible, прежде иностранцев. Мы сегодня слышали Chickpea на Uranus, прощество ответов, где beta были будут言аны божьи. Вы слышали сегодня, как Евангелие Смечтение, где мы услышали вновь заповеди блаженства, блажение нищей духа, блажение алчащей, жаждущей правды, блажение миротворца и так далее. Преподобный сиротин, наверное, привлекает нас тем и вызовно, потому что он объединял в себе в одном человеке. Все добродетели, заповеди блаженства. Сент-Серфинт probably attracts us all, because he, more than anyone else, perhaps, or as far as we know, was able to, was striving to fulfill all of the Beatitudes we heard in today's Gospel. He was poor and scared. He was one who sought the truth, one that tried to make peace. He combined in himself all of the virtues mentioned here in the Beatitudes, perhaps more than anyone else. Те, кто знакомы с его житьем, я не должен вам доказывать истинность makes love. Те, кто не знаком с его житьем, советую вам сегодня найти время и прочесть. А может быть даже важнее этого, почитать чудную запись купца Матарилова постижание на смысле христианской жизни. Но, perhaps, maybe even more important in the reading of his life is to acquaint oneself with the wonderful conversation that St. Серфинт had with Николай Матабилов and the acquisition of the Holy Spirit and the goal of Christian living. It's a wonderful, wonderful conversation in St. Серфинт's words. Замечательная беседа, изложенная словами самого преподобного Серафима, словами, и в них чувствуется его стиль, но особенно стиль, его благодаренность, его слов. Но самое главное, наверное, даже и не это всего, а самое главное, чтобы мы, проставляя великого преподобного, старались бы в своей жизни быть как он, но стремиться быть как он. Конечно, мы никогда не станем, потому что мы живем в Иерусе, нет у нас тех даров, но, во всяком случае, стремясь быть как он, мы, может быть, вдохновимся его примером и станем хоть чуть-чуть лучше жить, по-христианскому жить. But, perhaps, the most important thing is for us to strive to live as St. Серфинт was. Of course, that's next to impossible. We live in the world, and we don't have all the gifts that he has. But, perhaps, if we strive, we will be inspired. And, seeing us strive from heaven, St. Серфинт might say an extra prayer for us, and help us in our striving to be better Christians in this troubled world of ours. Молитвами преподобного и бодоносного цена нашего Серафина Серовского, Господа Иисуса Христики Божия нашего. Аминь для нас. Аминь. Богословение Господа, Господа Иисуса Христики Божия нашего. Аминь. Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу!